Во время пения поприветствуйте, повернитесь, улыбнитесь, помахайте, дайте внимание тем, кто рядышком с вами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И мы еще лучше осознаем то, от чего нас освободили и для чего нас освободили. В какой-то мере каждый год мы понимаем что-то лучше, что-то глубже. И в этот раз на Песах мы поняли от чего и для чего. И каждый на своем уровне, каждый в своем духовном понимании Всевышнего, того пути, который Бог обозначил для нас. И большое счастье быть частью наследия, наследия великих патриархов, наследия великого народа, наследия цадиков, праведников, всех поколений. У нас имеется величайшее богатство для верующих людей. У нас есть все ресурсы для того, чтобы приблизиться ко Всевышнему. На этой неделе слушал недельную главу Торы Шмени и один из учителей Торы привел один пример. Он говорит, как-то в нашей синагоге на один из шабатов приходит молодой человек, молодой, ему там около 20 лет. Пришел молодой человек на шабат и принес столько много еды, напитков, еды поприносил, много-много-много. И у него спрашивают, что это такое? А он говорит, ну это выражение моей благодарности Всевышнему. Хочу сделать, типа, как знаете, мы говорили, Корбан Туда, жертва благодарения, когда нужно было устраивать пир. И он говорит, я, вы знаете, пережил такую тяжелую аварию. Была очень страшная авария на одном из перекрестков, меня ударили, и я, по милости Всевышнего, вышел невредимый. Вот просто ни одной царапины. Вот, может быть, с кем-то так бывало. Выхожу, говорит, и глазам своим не верю, что я целый. И вот я в честь того, что Бог сохранил мою жизнь и дал мне так много милости своей, дал мне охрану свою. Я хочу выразить эту благодарность через этот пир, через эти дары и покушать вместе, прославить Бог. Ну, все покушали, все прославили Господа. Хорошее было время общения. На следующий шаббат этот молодой человек, 20-летний парень, приносит опять столько же еды и столько же благодарности в его устах. Глаза горят. Приходит и говорит, хочу опять вместе, чтобы мы могли выразить, я хочу выразить благодарность. Присоединяйтесь. Спрашивает, за что благодаришь? Он говорит, вы знаете, я проходил мимо одного и того же перекрестка уже почти 20 лет. На одном и том же перекрестке хожу 20 лет. И вот в этой неделе как-то я по-особому ощутил, что 20 лет меня ни одна машина не сбила. Никогда ничего я не пережил здесь такого экстремального, тяжелого, страшного. Здесь бывают аварии, здесь очень часто бывают. Но я постоянно в полной безопасности. И он говорит, из-за того, что Бог 20 лет хранит меня, и вот я ничего здесь не пережил такого страшного, хочу выразить ему благодарность. И вот урок как раз этот заключался в том, что часто нам нужны какие-то экстримы, какие-то экстремальные ситуации. Кто-то заболел, его исцелил Всевышний. Кто-то пережил какой-то крах финансовый, его подняли из самого дна. Кто-то пережил аварию, и Бог сохранил. Вот нам надо только такие моменты, чтобы его благодарить. Но на самом деле наша жизнь — это сплошное чудо. Вот утром проснулись, нам не нужно ничего, кроме того, чтобы проснуться и поблагодарить Всевышнего за дыхание жизни. Поблагодарить Его за мирное небо, за благо, которое Он дал нам, окружил нас. Поводов для благодарности очень много. Просто мы их до конца не понимаем и не всегда их видим. Наша задача — прославлять Господа за каждый момент нашей жизни. Если есть трудности, они ко благу. Если есть теснота, это для того, чтобы нас научить ценить свободу. Если есть даже немощь, чтобы мы могли оценить, что такое здоровье, что такое крепость, что такое сила, как жить здоровому человеку приятно, когда Всевышний охраняет его. Наша задача сегодня — прославить Того, Который дает нам все для жизни, Который управляет мирозданием, Который дает нам все для жизни. Сегодня входи в Его врата со соусловием, иди в дворы Его с хвалою. Это прямое повеление, потому что наша жизнь полна Его милости, полна Его щедрости, полна Его охраны. Господь — Он наш Бог, и не побоюсь никого, не убоюсь никого. Мы будем прославлять Его сегодня в молитвах, будем славить Его в песнях, и Он — центр всего нашего поклонения. Он достоин всей нашей хвалы. Все дружно вместе, дорогие, давайте прославим Его в утренней, в нашей молитве. Адонай Мелех — Господь Царь, Господь Царство, Господь будет царствовать во веки веков. Адонай Мелех, Адонай Малах, Адонай Имлох, Ли Алям Вает. Царство Твое, Царство Вечное, и власть Твоя над всеми поколениями. И скажем Аминь. Авинуши Башимаем — молитва, которую Ишуа научил молиться своих учеников. Отец наш, сущий в небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на этот день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. И скажем Аминь. Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, Который послал Мессию Ишуа, Сына Своего Единородного воискупления, Своего народа Израиля. И всего мира с любовью и вечную жизнь даровал нам в Нем. Благословен Господь, чья милость наполняет мир. И скажем Аминь. Мы провозгласим единство Творца наибольшую заповедь в Торе. Шма Исраэль. Шма Исраэль, Адонай Илакейну, Адонай Эхат. Паух, чем кивот, мальхутоли, алям вает. Слушай, Исраэль, Господь Бог наш, Господь один. Благословенно имей Его, чье славное Царство пребудет во веки и веки. Благословен Всевышний, подаривший нам жизнь. И самое большое и самое ценное, что есть у нас, это любовь Всевышнего к нам. Первая заповедь наибольшая и самая первая важнейшая говорит о том, чтобы мы возлюбили Творца Бога всем сердцем, всей душой, всем естеством. Пусть слова эти будут всегда в сердце Твоем. Научи им детей своих. Повяжи их в знак на руку свою, над глазами своими, на косяках дверей своих и на вратах. Пусть эти слова всегда будут в сердце и на всем, что дал Тебе Всевышний. Бог всемогущий посреди Тебя. Будем благословлять Господа в песнях и будем прославлять Его своими собственными устами. Вместе с группой давайте дружно, друзья. И возгремит Господь Глазом славы своей И среди ночи песня пройдешь Зайди за свирелью на гору Его И славу Его там найдешь И славу Его там найдешь Зайди за свирелью на гору Его И славу Его там найдешь И возгремит Господь Глазом славы своей И среди ночи песня пройдешь Зайди за свирелью на гору Его И славу Его там найдешь И великий Бог Израилев Великий Бог Израилев Голос Его слышит Великий Бог Израилев Великий Бог Израилев Голос Его слышит Великий Бог Израилев Великий Бог Израилев Не боюсь, уповаю на Его Вот Господь мой, вот моя сила и песнь Он дал мне во спасение Вот Господь мой, вот моя сила и песнь Он дал мне во спасение Великий Бог Израилев makers Великий Бог Израилев а и и а и Великий Бог Израилет 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Благословен Ты во веки и веки Всевышний Бог Мы провозгласим молитву Амида Все вместе со всеми общинами